В эфире канал ОТС программа «Экстренный вызов». Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В метель на заре новосибирские силовики задержали условных террористов и освободили заложников. За выигрышем с кувалдой, что толкнуло молодого человека на решительные действия. Входил в доверие и просил позвонить. Рецидивиста подозревают в Сирии крашу таксистов. В стадион «Заря» оцепили силовики. За происходящими в Ленинском районе Новосибирска масштабными антитеррористическими учениями наблюдала наша съемочная группа. Стадион оцеплен по периметру и возле ближайших жилых домов. Вооруженные правоохранители, обитатели западного жилмассива, с удивлением наблюдают за происходящим. К счастью, тревога учебная, а террористы условные. По легенде учений четверо вооруженных людей через служебный вход ворвались в здание Манежа и захватили заложников. Нападавшие забаррикадировались в конференц-зале. Тем временем на территорию спорткомплекса стянулись силы и средства подразделения ФСБ, МВД, ГУФСИН, бойцы Росгвардии и многочисленная группировка сотрудников МЧС. Основная задача данной группировки это ликвидация последствий возможной ЧАЭС, проведение аварийно-спасательных работ, эвакуация населения, проведение радиационной и химической разведки. Стадион Заря объект большой и конструктивно сложный. В случае ЧП пострадать и погибнуть может огромное количество людей. Ежедневная загруженность спорткомплекса до 500 человек, максимальная 7 тысяч. Поэтому местных администраторов постоянно инструктируют. Помимо сотрудников частного охранного предприятия, за безопасностью на крупном объекте следят нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников центра. У нас обучены 4 человека контролеры-распорядители, то есть люди работают на подозрительных лиц, люди работают на предметы, внесенные в спортивный комплекс. Практические занятия мы проводим не реже двух раз в год. Это с эвакуацией посетителей, причем это безо всяких предупреждений. В ходе переговоров террористам пообещали автобус. Вместе с заложниками вооруженные злоумышленники попытались покинуть территорию спорткомплекса. Но в их далеко идущие планы вмешались бойцы СОБРа. Заложников освободили, террористов обыскали и поместили в автозак. Во время ликвидации условной ЧАЭС участники учений справились с поставленными задачами, отработав на отлично межведомственное взаимодействие и координацию сил. Проведенные учения не нарушили повседневную деятельность крупного спортивного объекта. Поставленные в ходе учения задачи выполнены. Силовые структуры и органы власти сегодня подтвердили свою готовность к действиям в условиях немедленного реагирования на террористические угрозы на объекте массового пребывания людей. Так хотел получить свой выигрыш, что предпринял отчаянные меры. Обиженный мужчина пришел в торговый центр с кувалдой и разбил призовой автомат. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия и побеседовала с Дебашей Рам. Инцидент произошел сегодня днем в торговом центре на улице Троллейной. Мужчина с кувалдой в руках поднялся на экскалаторе на второй этаж. Подозрительного посетителя заметил охранник, но задерживать его в одиночку не стал, а сообщил по рации своим коллегам. Как остановишь человека, у которого кувалда в руках? Что толкнуло мужчину на отчаянный шаг, рассказали очевидцы. Он засунул вчера, наши девочки это видели. Он засунул вчера и сегодня пришел разбираться с этим всем. Он звонил, этот аппарат был отключен. Там трубку не брали, это служба поддержки. Дебашира задержали и доставили в пункт полиции кирпичный. Оказавшись в руках правоохранителя, мужчина объяснил, что просто не мог поступить иначе. Я сказал в охране, что я приду с кувалдой, если мне не дадут мои призы. Они мне не поверили. Я пришел с кувалдой, разбил этот автомат. Продавцы торгового центра говорят, на неполадке автомата посетители жалуются уже не в первый раз. Да, они выдают. Мне часто оставляли призы, чтобы я передавала по номеру телефона. Люди играют, приз падает, а выдавать не выдавал. За содеянное Сергею Волкову, скорее всего, придется ответить перед законом. За умышленное повреждение имущества мужчине грозит уголовная ответственность. В данный момент данный факт задокументирован и будет проводиться проверка в порядке ст. 144-145 УПРФ, по окончанию которой будет принято процессуальное решение. Свой поступок задержанный не оправдывает. Хотя, возможно, до конца произошедшее Сергей еще не осознал. Нельзя так делать. Я старался выигрывать и предыдущий, а они просто не отдают мне их. Какой бы человек был по-другому. Елена Бредихина, Тарас Тарасов, экстренный вызов. В татарские правоохранители задержали местного жителя, который в пьяном угаре забил до смерти собственную мать. Фигурант оказался крайне асоциальным элементом. Он уже имеет за плечами судимости за угрозы, побои и уничтожение чужого имущества. Теперь эта коллекция пополнится куда более тяжкой уголовной статьей. Вечером 42-летний мужчина набросился с кулаками на свою мать. Нетрезвый злоумышленник избивал пожилую женщину руками и ногами, нанося удары по голове, телу и конечностям. Около двух суток пенсионерка пролежала дома без сознания. А в это время ее сынок продолжал возлияние. Когда он все-таки вызвал скорую, 63-летняя потерпевшая уже впала в кому. Врачам так и не удалось ее спасти. И при выезде на адрес его проживания. Сотрудники полиции постучались в дверь. Им никто не открыл. Однако в окно они увидели, что дома находится данный гражданин. Ну и в ходе дальнейших переговоров он вынужден был открыть дверь и сдаться сотрудникам полиции. Злоупотребляющий спиртным мужчина сознался в содеянном. Однако объяснить мотивы своего чудовищного поступка не смог. В ходе допроса в качестве подозреваемого фигурант дела сообщил, что женщину он избил на почве личных неприязненных отношений. При этом на вопрос следователя, по каким мотивам он действовал, злоумышленник сообщил, что в силу состояния алкогольного опьянения он этого не помнит. В ходе допроса соседей установлено, что данную линию поведения обвиняемый в отношении матери избрал еще несколько лет назад. И в течение нескольких лет систематически причинял женщине телесные повреждения. При этом Буян нигде не работал и жил за счет пенсионерки. Полицейские пытались воздействовать на непутевого сына, но исправляться тот категорически не желал. Сейчас ему светит срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. В ближайшее время подозреваемого должны взять под стражу на время следствия. Леонид Лишенко, Артем Валевич, экстренный вызов. За плечами богатая криминальная биография, впереди очередной срок. Новосибирские полицейские задержали отпетого уголовника, который обманом похищал у таксистов деньги и мобильные телефоны. На удочку предприимчивого пассажира попались как минимум 8 водителей такси. Преступление он совершал на территории Центрального, Калининского, Ленинского и Заельцовского районов Новосибирска. Задержали предполагаемого вора сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер один. Оперативниками установлено, что 44-летний мужчина, пользуясь услугами такси, входил в доверие к водителям и под разными предлогами брал мобильные устройства, якобы совершить звонок. После чего мужчина выходил из автомобиля и покидал место совершения преступления. Также предметом преступного посягательства становились денежные средства. Задержанный уже отбывал наказание за совершение 18 преступлений. Среди них кражи, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. На время следствия предполагаемого преступника поместили под стражу. Если вы стали жертвой хитрого пассажира, позвоните в полицию по телефонам, указанным внизу экрана. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. Видео ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. ОТС в сервисе Перст-ТВ. Продолжение следует... Перст-ТВ.